добрый день еще раз у нас не появился но участник руслан по этому поводу мы вспомним кто-нибудь может быть помнить штука пирамиды как она получается треугольника в округа нет это конус если мы берем треугольник вращаем у нас получается пирамиды вот мы берем треугольник так вот вопросим получается пункт а пирамида соединенные треугольники до треугольники а в основании что может быть пирамиды треугольник или треугольник а может быть и был многоугольник любой может быть там любой там он огольник вот там что-то мне включится допутишь сегодня есть какая-то высота есть какая-то высота и вот куча треугольников треугольник а в основании многоугольник это пирамиды понятно да вот значит дальше значит я давайте вспомним и рассказывал что самое главное стереометрии сколько молчание напомним самое главное это правильное нужно выбрать плоскость которую перейти и в которой потом уже решить задачу поскольку у нас вот это вот объемное тело но объемное тело но в нем есть множество треугольников который плоский и нам надо выбрать правильный треугольник вернее правильную плоскость и в ней там треугольник будет там квадрат с ромб все что угодно и плоскости уже решить задачу все ли поняли мою мысль замечательно значит смотрите давайте я нарисую пока условия следующей задачи попробуем ее решить может быть что-нибудь получится вот у нас пирамида второго стороны равны и вот это вот ребро ребро но перед медикулярной плоскости основания смотрите вот ребро а д а б с д ребро а д примерно плоскости основания кто-нибудь может вспомнить что значит что она пример для на плоскости основания как мы можем это изобразить угол 90 градусов угол 90 градусов с чем 90 градусов а c а д с а c а д с а c из а б да из а б и с а c то есть с любой прямой лежащей плоскости очень понятно сара давай перерисуй а руслан пусть смотрит и давайте нанесем все цифры которые все цифры все мы все что мы знаем смире рисуем 13 до значит 13 bc 10 замечательно и вот давайте как вы думаете еще вот еще мы начнем с какой с какой фигуры с какой плоскости можно с а д б с а д б с а д б можем с а д б это равно а д с равно а д с равно чему б б д равно д с согласен да значит руслан понятно у нас уже есть два треугольника а вот расскажи нужно приходить и признаки равен треугольников как вот и думаешь можем ли утверждать что треугольник там а б равен треугольнику а c d два треугольника только они не в толпости они находятся в разных лоскостях можем мать утверждать нет ни нет ни они равны у них одинаковые стороны какие стороны то есть а д а д общая сторона что еще размеры сторон каких сторон а b и а c да а б это что еще не хватает чтобы дай так вот языка углы значит тоже и углы равны то есть это какой признак по первому признаку либо по двум классикам если дрегоники прямоугольные то можно утверждать не равны по двум качествам согласны да хорошо церковь уже нашла сторону бд по тереме фигура спрашивает дальше сторона cd тоже будет равна корень из 250 это будет давай знаешь давай пшеницу несем из-под корня что мы оттуда можем есть 25 на 10 уже хорошо хорошо что мы дальше можно найти значит смотрите это понимаешь что площади боковых этих вот dc и db мы можем найти там все есть cdb тоже может быть cdb можем как сары за способом давай решим при помощи обоих и потом сверим что получится какие два способа найти площадь этого треугольника можно сначала найти адресы адресы нужно это получается площадь треугольника допустим а cd и она же равна площади треугольника а б до значит как нам осталось на теплощадь dcb как вы думаете как мы дойдем можно провести высоту свежим нам нужно идти как мы идем значит до 55 иначе dh равно минус это по формуле по тире мифа гора минус 5 потратим считаем дальше 250 200 замечательно все осталось на теплощадь вообще-то чем утром на и Замечательно. Совсем ли понятно, что мы решали и как? И есть ли я просто в оплате сдачи? Нет. Замечательно. Она оказалась простая. Поэтому давайте это все берем и перейдем к следующему. Замечательно. Дальше. Замечательно. 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 Давайте попробуем нарисовать, что тут у нас за такая пирамида. Я сразу рисую. Я сразу рисую. Замечательно. Потянув за АБ. Катясь по С. То есть прямой угол будет здесь. С удовольствием. С удовольствием. Сара, давай расскажи мне, пожалуйста, что ты делаешь и как. Пусть тебя тоже послужат. У нас появился новый участник. Нет, он появился и опять исчез. Сара, пожалуйста, расскажи, что ты делаешь. Я просто хочу найти B, C, а затем C, D. B, C. Замечательно. Руслан, понятно ли теперь, что мы делаем? Ты говори, спрашивай. Алло, понятно? Да. Может быть, скажи, проходити время. Сара сейчас находится в B, C. Не знаешь? Это по-очень, наверное, не приходил. Это по-тиреме Пифагора. Пи-тиреме Пифагора. Пифагора. Вот. Такой, наверное, не приходил. Спасибо. Спасибо. мы нашли бц замечательно что мы даже делаем бд равно 20 29 подожди, у нас АВ равно 29 ДС тоже 29 ты посчитала? он же одинаковый с АЦБ нет? с чем? с АЦБ почему одинаковый? я не заметил да, согласен треугольники у нас получаются равны да, получается треугольники равны а дальше значит какую площадь уже можно найти? давай я буду записывать какую площадь мы сейчас уже можем найти? АЦБ 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 все равно значит смотрите нам нужно найти площадь боковой поверхности то есть нам АЦБ найти и находить не нужно я сказала АЦБ А, хорошо АЦБ это сколько у нас будет? 210 да, 210 210 значит смотри значит Руслан сам для себя площадь треугольника одна-вторая в сторону на высоту у нас сторона 21 высота 20 которая является стороной и наполовину у нас получается здесь сантиметров в квадратных а если что-то не будешь понимать спрашивай дальше что еще можно найти? площадь треугольника какого? я посчитала это как 1241 зачем? 20 в квадрате плюс 29 подожди Сара а нам оно вообще нужно? может нам оно вообще не нужно? а 290 290 треугольника АПТ АПТ равно 290 нам осталось найти площадь треугольника ДЦБ Но для ДЦБ же это нужно. Значит, смотрите. Триугольник ДЦБ. Какой это триугольник? Что мы про него знаем? Какой это у нас триугольник будет? Какой у нас будет триугольник? Прямоугольник. Где будет прямой угол находиться? Правильно. А вот, Сара, давай вспомним. По какой теореме мы можем утверждать, что там будет прямой угол? Какая есть теорема, что там у нас какой-то прямой угол? Просто там в треугольнике А, Д, Б стороны, то есть качество 20 и 29. Поэтому получается одинаково. Значит, хорошо. Можно так, согласен. То есть, что у нас треугольник, там, треугольник ДЦБ равен треугольнику А, Б, С. Правильно? Ну, Сара, согласна? Я не услышу. Смотри. Треугольник А, Б, С равен Нет, не ГУСА. А, Б, Д. А, Б, Д. 20, 29, да? Катя, 20, 30. Равен Б, С, Д. Какому? Б, С, Д. Б, С, Д. Согласен, да. Они равны. А как еще можно утверждать, что у нас вот этот вот угол будет прямой? Какой счет мы у вас теореме? Нет. Сейчас смотрите, ребята, есть у нас вот этот уголочек. Сейчас я его нарисую. Уголочек. Будет прямой, который в основании. Будет прямой. И этот вот голубенький тоже будет прямой. Это по теореме о трех перминтикулярах. Значит, если проекция образует какой-то прямой угол, если прямая образует, нет, если проекция образует прямой угол, что там есть теорема и есть ли следствие. Я не помню, где теорема, где следствие, ну, честно. Но там так получается, что если какая-то прямая образует другой, нет. Если проекция прямой образует, если проекция прямой образует, прямой угол, прямой много раз повторяется. Если проекция прямой образует, прямой прямой угол, то сама прямая тоже образует прямой угол. То есть, если угол прямой, то этот уголочек, он тоже будет прямой. Сара, понятно что-нибудь? Я тебя не запутал? Понятно. Хорошо. Теорема такая. Ну, она простая, для понимания. Она сложная, чтобы ее посадить. Вот. Значит, получается, площадь, как нам узнать? Давай эту беру. ДСВ-290. Да, правильно. И общая площадь. Получается у нас 500, получается 790. 790 квадратный. Все ли согласны? Да. Хорошо. Есть ли у кого-то вопросы? Нет. Замечательно. Убираю. Я это все убираю. И мы... решим, что это еще задача. А. А. 18. 21. Прич mercy. Нет. он не пирамиды являются прямоугольные я рисую искаженно плоскости двух боковой грани как нибудь верны плоскости основания вот так получается видимо я позвольте его ну в в в всем рисовал давай смотреть что может диагональ 8 диагональ диагональ 8 угольника плоскости двух боковых грани перспектива замечательно где другие грани образуются снова не знаю что у кого разбираться подожди здесь тут ты поторопилась 2 часа разбираться что у нас на самом деле давай пока это уберем давай покажу а ты тоже не может раз давай пока вы уберем значит смотрите здесь прямой угол тут тоже будет прямой угол все остальные углы не прямые значит смотрите у нас тут все более-менее понятно диагональ 8 значит вот эти вот углы две другие боковые грани образуются основанию вот здесь давай попробуем еще раз как как эти будут получаются грань основанием угол 30 суперграсс нет а да да правильно правильно очень правильно прямой угол тут тоже прямой угол тоже смотрится тоже тюрема отверстия работать в этом вместе сходится три пермитегляра поэтому можно поставить и вот тут вот будет 45 согласно и это задача более сложная тут видите тут только не размер но есть углы а значит тоже будет 45 давай пожалуйста немножко аккуратненько какой именно угол я пока поставлю букву а-бе-це-д-е-е а-бе-це-д-е-е а-бе-це-д-е-ә-е-р Задачи более сложные, тут нам почти ничего неизвестно. Давай подумаем, как мы решим. Если угол А-90 градусов и B-45, то есть Е-сверху тоже 45? Да, там тоже будет 45. А вот этот угол будет, сколько, давай сделаем выноску. Правильно, вернее, обратно. Вот этот будет сколько градусов? 60. 60 градусов. Вот. Замечательно. Но у нас известно только диагональные основания. И больше ничего. Можно сказать, что диагональ делит треугольник на углы 90, 45 и 45? Не понял, где 90? То есть снизу угол B 90 градусов. Если это диагональ, значит можно сказать, что этот угол 45? Я думаю, что нет. Может, понимаешь, может быть и так, но я пока не знаю, как это обосновать. Если обосновить, то я пока такого не вижу. Так. Спасибо. 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 Что нужно сделать? Есть предположения? мы их образует одна грань почему одна вот эта вот грань а бы и и грани а дыр я вот и нельзя грань понимаешь то есть да и образу и 30 красоте у нас смотри а бы и тревольник обе перпендикулярен abcd соответственно а д е перпендикулярен abcd вот понятно да просто здесь образу 90-кратцев грань а и это не гранит ребро но постарайся просто если не запомнишь хотя бы по ходу действий вот есть еще предложение значит знаю что вы сделаем давай обозначим значит у меня тоже нет предложения но я могу попробовать обозначить скажем а е x дальше в таком случае что еще будет как мы дальше можем остальные стороны расписывать это тоже будет икс хорошо значит дальше б и чему будет равно давай тут писать б е равно потому что обстоятельства икс корней из двух замечательно дальше а как нам в треугольнике а д е быть да не вот сейчас что-то у нас прояснилось что удачи можно сделать только знаю что что мы дальше можно сделать можно по формуле x квадрат плюс x колено 8 квадрате еще раз можно эти x путем x квадрате плюс x корень из трех квадрате равно 64 x квадрате тресла x корень из трех квадрате 3x квадрат умножить на 3 равно 64 правильно получается 4x квадрате равно 64 x квадрате равен 16 правильно x равен 4 все классно да это мы нашли сторону значит смотрите если страна 4 сколько 30 30 будет получается страна четыре парни стю все понятно да да значит давайте тогда будем сейчас это все беру найдем сначала точнее основание все понятно Спасибо. Площадь из трех. Хорошо. Значит, площадь, значит, АЕД равно площади. АЕД равно… Как нам найти? Получается… А, Сара, извини. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Увлекся. Получается… АЕД. АЕД. Вочень корни из трех. Значит, площадь АБЕ равно… АБЕ равно восемь. Хорошо. Площадь… АБЕ равно сколько? АЕД. Здесь угол Б – 90 градусов? Да, 90. Ты понимаешь, почему? Нет. Значит, смотри… Это тоже теорема… Значит, смотри… ЭБЕ – это прямая… ЭБЕ – это прямая… АБЕ и ее проекция. Согласны? Если мы сверху смотрим, параллельно АЕ… У нас АБЕ будет ровнее под БЕ. Понятно. Спасибо. И смотри… И смотри… Если прямая… Перпендикулярно… Если проекция… Проекция… АБЕ – перпендикулярно… Какой-либо прямой… То сама прямая… То… Сама вот… Первая прямая… Тоже будет перпендикулярно… Этой вот прямой… Ну, три перпендикуляра… Получается, три перпендикуляра… Понятно? Да… Этой перпендикулярно… Можешь посчитать сама… Там… Она такая запутанная… Мне сложно ее объяснять… Угу… Вот… Угу… Уху… 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 Нам осталось найти площадь… ЕДЦ… не не совместно просто 4 не понял да там есть прямой угол да вот прямую у нас 1 2 на 8 4 будет наш правильно и площадь суммарная общая равна 16 8 корней из 3 плюс 8 плюс 8 корней 6 16 получается 24 корни из 3 плюс 24 плюс 8 корней 6 ну так все ли понятно да давайте пока посмотрю ответ мне кажется что мы правила но так вроде здесь как 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 будет учебник ну так ну так А почему угол 45 именно на стороне АЕБ? То есть можно было это расставить по-другому? Сейчас, секундочку. Пока не понимаю вопрос. Я сейчас посмотрю свет, потом будем разбираться. Есть 45. Да, правильно. Они вынесли за скобку 8 и в таком виде ставили. Еще раз, пожалуйста, вопрос озвучил. То есть почему угол 45 именно на стороне АБЕ? Можно было эти углы как-то по-другому расставить? Значит, знаешь, что? Это знаешь, что мы ошиблись. Мы ошиблись, потому что, смотри, если у нас будет меньше страна, то будет меньше страна будет. Или не ошиблись? Нет, правильно. Тут именно, смотри, меньше страна, а больше угол. Меньше страна, а больше угол. Тут же, смотри, я тебе нарисую плоскую картинку. Вот у нас АБЕ. Прямоугольный треугольник. Две стороны равны. Угол прямой. Но при постройке пирамиды можно было этот угол написать, например, как С? Зачем? Вот, смотри, у нас длинная сторона. 30 градусов. Ну, смотри, больше страна, а меньше угол. Вот так и получается. Ну, может и было. Ну, вот так вот, как у нас он справился. Спасибо. Понятно. Вот. Значит, ребята, еще раз посмотрите. Все ли вам понятно? Да. Вот, есть и понятно. Давай, если бы я закончу. Сейчас начнем с того же самого места. Саня, я так понимаю, ты уже тереметрию нормально уже в ней разбираешься, да? Да. То есть, ну, все, и ты сама решаешь. Тебе все же, ну, не все, конечно, но, в общем, в целом разбираешься. Отлично. Ну, вот, хорошо. Если ты уже в школе, уже будет проще, будешь снова решать. Там не будешь думать, как там лишний раз. Ладно. За следующий раз. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...